Партнер программы, кондитер-декоратор тортов и десертов Никонова Ирина сделает лакомство на вашем столе настоящим произведением искусства. Европейский дизайн, современные рецептуры и индивидуальный подход. Европейский дизайн, современный подход. Маленьким счастьем своих родственников, друзей и знакомых делают счастливыми не только себя, но и их. Ведь счастьем невозможно наслаждаться в одиночку, им нужно обязательно делиться. Свадебный торт – традиционное угощение, которое помогает сделать праздник сладким, в прямом смысле этого слова. С давних времен существовало огромное количество различных традиций, связанных с этой свадебной вкусностью. Например, один из древних обрядов требует, чтобы свадебный торт муж и жена разрезали вместе при помощи ножа. Или даже меча. Эта традиция широко распространена в США. Согласно другому древнему обычаю, невеста подавала торт всем родственникам жениха. Это было символом того, что теперь она будет вести хозяйство в семье супруга. Также существует традиция, когда жених и невеста кормят друг друга кусочками торта. Это свидетельство того, что отныне они стали единым целым. Традиция свадебного торта зародилась еще в средние века. В те времена все приглашенные гости приносили на свадьбу небольшие тортики и пирожные. Все сладости складывались слоями, образуя высокую башню. Если жениху и невесте удавалось поцеловаться поверх этой многоярусной башни, это означало, что в жизни им будет сопутствовать удача. В 17 веке особую популярность приобрело блюдо под названием «невестин пирог». В тесто для пирога прятали кольцо, и тот, кому посчастливилось найти его в своем кусочке пирога, согласно поверью, в скором времени должен был жениться или выйти замуж. Но наибольшую популярность свадебные торты приобрели в начале 19 века в странах Европы и США. Широко известны сладкие гиганты, которые готовились на свадьбы королевских семей Англии. Например, торт на свадьбе принцессы Елизаветы и графа Эдинбургского состоял из девяти ярусов и весил целых 500 фунтов. В наши дни тоже можно сделать торт, как на свадьбе самой королевы. Нужно лишь немного фантазии и чуть больше финансовых затрат. Перед тем, как перейти к выбору торта, стоит продумать, как много денег вы готовы потратить на его изготовление, а также учесть количество приглашенных гостей, чтобы никто впоследствии не оказался обделенным. Традиционным свадебным тортом считается фруктовый, но в наши дни все большей популярностью стали пользоваться шоколадные торты. Так что все зависит лишь от личных вкусов и пожеланий. Кстати, впервые шоколадные свадебные торты появились в США. Их называли тортом жениха, поскольку такой торт был черного цвета и контрастировал с белым тортом невесты. Сейчас не существует никаких правил и канонов при приготовлении свадебного торта, поэтому можно проявить фантазию и подойти к процессу творчески. В этом помогут различные сладкие украшения, съедобные цветочки, фигурки жениха и невесты и одна из новинок – съедобная фотография супругов. Но воплощая в жизнь все самые смелые кондитерские фантазии, не стоит отбрасывать и наследие прошлого. Например, в Корее жених и невеста едят вовсе не кусочки торта, а три столовых ложки риса вместе. Это символизирует, что с этого момента они неразлучны. И в Польше важнейшим угощением на свадьбе является не торт, а хлеб, соль и вино. Хлеб – символ того, что семья не будет голодать. Вино – символ здоровья. А соль напоминает о том, что супругам придется встретиться и с трудностями на своем пути, но они найдут в себе силы преодолеть их. Чрезвычайно интересны традиции изготовления тортов на Ямайке. Свадебный торт замачивают в Роме в течение года. Наверное, тамошние влюбленные томятся в мучительном ожидании свадьбы, ведь нужно ждать как минимум год, пока их торт не будет готов. В общем, количество различных вариантов свадебных тортов безгранично. Все зависит лишь от личных пожеланий и пристрастий. Первый семейный праздник все ближе и ближе, поэтому пришло время выбирать свадебные сладости. Чем занимается одна из пар героев программы. Но вот незадача. Рита с Лешей все никак не определяться, какой торт лучше всего подойдет к их торжеству. Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я сегодня ваш консультант по торту и свадебному сладкому столу. Пожалуйста, проходите. Я специализируюсь на тортах с покрытием фондант. По-русски это звучит как мастичная паста или кондитерская паста. К нам эта традиция пришла из Европы, Запада конкретнее. Это США и Западная Европа. Я хочу вам предложить для начала продегустировать, что такое мастика. Вот, это по кусочку. Значит, в Америке... Ну, можете прям попробовать. Сначала нужно посмотреть. В Америке покрывают этой пастой торты. Да. Вот. В России как бы... Вкусно. Кушают ее. Но в Америке она считается как красивая обертка для торта. То есть она дает безграничные возможности для создания декора для торта. Вот. Поэтому я могу продемонстрировать, что можно из этой мастики сделать. Цветы, да, например, вот в разной стилистике. Подскажите, пожалуйста, а вот мастика будет всегда оставаться такой мягкой? Или все-таки она со временем может затвердеть? На самом торте, на покрытии? Мастика, она различается... Мастика для покрытия, вот как раз таки это то, что вы сейчас пробовали. То есть на торте она вот именно в таком состоянии и будет, как пастила. Как... Она мягкая. А для липки, конечно... Для цветочков потверже. Вот, например, вот такие сахарные композиции можно выполнять из мастики. Они сухие, высушенные. Кстати, вот мастику, которую я вам сейчас дала продегустировать, она лучшая у нас в Ростове. То есть ее производство в Зеландии. Поэтому мастика, конечно, бывает разная на вкус. У вас свадьба будет в каком стиле? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, конкретного стиля не будет, там, итальянский, как вот любят в бразильском стиле. И у нас будет красный цвет свадьбы. Поэтому, естественно, все торты из масла, там, или что, из чего делают цветочки? Масляные, да, по-моему? Ну, кремовые, да? Кремовые, да. Они, конечно, такого цвета они не делают. Как-то хороший, там, красный цвет, темный. Поэтому, конечно, лучше мастика. Понятно. А у вас на свадьбе какая-то стилистика, то есть какие-то цветы определенные присутствуют? Вот, например, у меня был торт с гвоздиками, да? Можно с розами. Любой цветок, вот архидея, например, есть. Любой цветок можно повторить. Он будет похож на настоящий, но в той же степени он будет съедобен. Вот, поэтому... Скорее всего, это будет роза, вот, стандартная. Вот, ну, возможно, такая же будет композиция. Это роза, веточки, листики, вот. И, может быть, гербера. Ну, вот, в принципе, не принципиально. Вот, такой глобальный, не нужен. Вот, ну, скорее всего, роза будет. Ну, это, если что, мы еще... Понятно. Но там еще мастика, да, может давать безграничные возможности в плане... Это, может быть, кружево какое-то на торте красивое. Например, две стрекозы, да, летят к одному цветку. Вот такая идея торта была. Вот фигурки, мишки, да, жениха и невеста, тоже из мастики. Вот, тоже фигурка жениха и невесты. И была свадьба военного летчика, вот, поэтому невеста попросила сделать именно вот, чтобы на женихе был военный мундир, да, потому что вот фигурки, например, керамические, да, они не всегда можно найти то, что хочется. А вот здесь возможность такая, что любое ваше желание, оно может воплотиться в жизнь. Хочу еще вам рассказать по поводу начинок. Сейчас, конечно, очень много новых рецептур современных тортов. Вот, например, шоколадный брауни, красный бархат. Ну, это, опять-таки, торты, которые к нам пришли из Европы, из Запада. Ну, также можно наши торты, которые еще советские, да, которые делаются по ГОСТу. Это, например, Прага та же самая, трюфельный торт. Вот, я сегодня как раз-таки утром с пылу с жару сделала тортик для вас, но здесь решила поэкспериментировать. Здесь, значит, прослоечка из варенья, из лепестков роз. Да, я решила попробовать такое. И крем на основе итальянского сыра рикотта. Вот, если вы хотите, можете продегустировать. Конечно, так мало. Коварники. Вот, желательно, если набираете, то именно с бисквитиком, с кремушком, вот, чтобы полностью ощутить вкус. Там еще грецкий орех есть, да. Ну, ароматный. Сладенький, да? Ну, вот если с чаем, даже можно чай без сахара, потому что здесь по сладости он прям насыщенный. Если, например, мы будем делать торт, состоящий из нескольких ярусов, там, три или пять ярусов, ну, это все зависит от килограмм, то в каждом ярусе можно сделать свою начинку. Можно сделать один ярус, который будет понятен молодому поколению, и ярус, который более близок, более взрослому, старшему поколению, потому что по своему опыту знаю, что им нравятся такие более жирные, масляные, чтобы там прослойка была вот такая кремовая. Поэтому можно вот, чтобы всем угодить, сделать для каждого свой ярус. Еще один совет я могу дать по поводу того, как рассчитать правильно торт. То есть торт рассчитывается из расчета 100-150 грамм на одного человека. Поэтому вот количество гостей надо умножать на 100-150 грамм, это получится вес торта, необходимый вот именно для свадьбы. Моя еще одна специализация – это торты в стиле naked cake. Это торты голые, без покрытия. Это новый тренд свадебных тортов, то есть торты без покрытия какого-либо. То есть, если вы посмотрите, даже ни глазури тут ничего нет. Вот. И эти торты отличают именно естественность. То есть, если декор, то это настоящие яблоки, фрукты, ягоды, даже вот цветы. Все это вот настоящие. Букеты, конечно, тоже европейские, то есть не с рынка. Да, такие дорогие букеты. Эти торты больше подходят для свадьбы, которая, скажем, в стиле кантри. Вот, например, их очень хорошо заказывать на фотосессию. Если, например, сделать фотосессию на природе, то этот торт туда очень хорошо впишется. Подскажите, что бы вы могли нам посоветовать для нашей свадьбы, так как свадьба у нас будет фактически не... Ну, будет классика, вот, но будут красные цветы использовать. Красный цвет. Для начала можем сделать эскиз электронный. То есть, я могу его нарисовать, этот торт. Вы его одобрите, да, там, какие-то поправки внесете свои. Я его заново переделаю. И уже будем работать до той степени, пока он вам не понравится. Скажете, все, вот, меня все устраивает по пропорциям, по цвету, цветовой гамме. И будем уже воплощать в жизнь. Еще я хочу рассказать вам по поводу сладкого стола, кандибара на свадьбу. Вот, например, можно... Вот был пример, да, небольшой тортик на 3 килограмма, скажем так. Он оставался там родителем, жениху с невестой. А гостям невеста заказала вот каткейки, маленькие кексики. Они делаются на основе сливочного масла, молока. Да, то есть они очень мягкие внутри. То есть не наши кексы, которые вот с изюмом продаются в магазинах, да. А у них такая влажная структура. Тоже можно украсить их мастикой, либо сделать кремовую шапочку, например, для них. И кейк-пупсы. Вот, например, капкейки с кремовой шапочкой, да, тоже. Какой-то отдельный элемент из мастики, но кремовая. Потому что все-таки для российского человека ближе к кремовой. Да, вот именно что касается капкейков. Кейк-пупсы – это наша пирожная картошка, только вот так вот оформленная. То есть с палочками. Так. Вот, и также можно украшать в вашей стилистике свадьбы. Это вот, если вы, например, соберетесь не только торт, но и оформить кэнди-бар. Хорошо. Спасибо, короче, мой совет. Угу. Подумаем, кэнди-бар. Можно. Прежде всего, как раз бы, что он был вкусным. Но благодаря конечному, мы это поняли, что это уже обеспечено. А дальше, в плане стилистики, я уже не знала, что это все. Такое разнообразие. Я даже не знала, что вообще, какое можно сделать. Цветы – да. Такое мы видели, да, в магазинах, в других мероприятиях, когда в отельчанах. Вот, видели разные торты с этими проблемами, но не надо попробовать. На сегодня все. О том, где еще побывают герои проекта и какие секреты раскроют им свадебные эксперты, смотрите в следующем выпуске «Телетесто». Партнер программы – кондитер-декоратор тортов и десертов Никонова Ирина. Сделает лакомство на вашем столе настоящим произведением искусства. Европейский дизайн, современные рецептуры и индивидуальный подход. Продолжение следует.